Скорее всего, вы много раз слышали про биткоин, но знаете ли вы, что это и как он работает? В этом выпуске вы узнаете, возможно ли заработать на биткоине в 2020-м, что такое блокчейн, от чего зависит курс биткоина и как добывают биткоины. А в конце я покажу, как купить себе биткоинов. Ну а чтобы всё это не пропустить, досмотрите до конца. А сейчас заставка. Для начала, чтобы вы понимали, биткоины и деньги, что лежат у вас на карте, это совсем разные вещи. И у самого биткоина есть блокчейн, это очень сложная система. А с чего вообще биткоины должны чего-то стоить? Да потому что, чем больше людей пользуются биткоином, тем больше он стоит. Или же чем больше организаций разрешают оплату биткоином, тем больше он стоит. Ибо если никто им не пользуется, то нигде нельзя ничего купить на него. Тогда он ничего не будет стоить. Помните, самый большой хайбок биткоина был в 2017-м. И тогда он достиг рекордной по сей день отметки в 20 тысяч долларов. Все хотели как-то заработать на нём. Ведь всё растёт, нужно покупать, продавать и зарабатывать. Но многие боялись, ведь они даже не знали, как он работает. А работает он по своему блокчейну. Блокчейн это такая штука, что все знают про него, но никто не понимает, что это. Сама система гениальна, ведь это множество блоков, которые связаны между собой и несут в себе информацию. То есть, к примеру, для блокчейна биткоина, это хэш предыдущего блока, некоторая информация и хэш следующего. А что такое та информация? В блокчейне биткоина это получатель, отправитель и сумма транзакций. Поэтому, чтобы поделать, нужно заменить всю цепочку. Но если бы было так, всё равно можно было бы заменить её. Поэтому копия этой цепочки хранится на миллионах компьютерах. И абсолютно все транзакции через биткоин видны каждому. И вы можете зайти на этот сайт, и тут абсолютно все транзакции. И поделать это практически невозможно. Но если объяснить по-простому, то представьте, вы записываете всё, что вы делаете, в дневник. Например, позавтракал, сходил в туалет, позалипал в тиктоке и так дальше. И потом дали Ване в долг 1000 рублей. И вы всегда Ване можете показать эту запись и сказать, что он вам должен денег. Но Ваня не хочет отдавать долг и решает подменить запись в дневнике. Находить дневник, менять эту запись на напердел на кута. И теперь вы не можете ничего предъявить Ване. Потом вы решаете сделать свой дневник надёжней. Из первой записи позавтракал, вы делаете хэш. И как раз в блокчейне эта запись это получатель, отправитель и сумма. Чтобы сделать следующую запись, он берёт предыдущий хэш плюс новая запись. Стоит отметить, что хэш это просто набор символов. Если к слову добавить какой-то символ или просто пробел, хэш абсолютно полностью поменяется. Так вот, и каждая запись связана с предыдущей. Если одну подменить, то вся цепочка станет неверной. Поэтому придётся менять все записи. Так и работает блокчейн. Только в блокчейне копии этих записей хранятся на миллионах компьютерах. Самим же создателем биткоина является некий Сатоши Накамото. Никто точно не знает, кто это. Один человек или же группа людей? Или это просто псевдоним? И вот как раз он разработал биткоин. 31 октября 2008 года он опубликовал статью Bitcoin Apeer2Peer Electronic Cash System, в которой он полностью описал биткоин. То есть полностью децентрализированную систему электронных денег. В этом и есть одна из главных прельстей биткоина. В нём не нужен посредник. То есть, простыми словами, банк. Деньги идут напрямую от одного человека к другому. При этом опознать владельца является невозможным. Сами же биткоины ещё не получили своё место в обществе, так как они в некоторых странах не являются деньгами. Например, в Великобритании и Дании биткоины считаются деньгами. А в Македонии и Саудовской Аравии это не деньги. В США ещё в 2013 году его признали деньгами, так как с помощью биткоина можно отмывать настоящие деньги. Но самая первая операция по биткоину была 21 января 2009 года. На фоне всего этого роста биткоина практически все задавались вопросом, а можно ли заработать на нём. Для этого есть несколько способов. Первое, это, конечно же, курс биткоина. И занимаются этим трейдеры. То есть, люди, которые покупают активы дешевле, акции, золото или что-то другое, и продают дороже. А поскольку биткоин очень нестабилен и сильно колебается, то на нём можно много заработать, а можно и много проиграть. Рассмотрим один день. 19 января на старте дня он стоил 12453 доллара, а под конец дня приближается к 11800 долларам. И это только за один день. Бывают и резкие падения. Вот, к примеру, 16 октября в 6.00 он стоил 11520 долларов. А уже через час мы видим 11280 долларов. Но чтобы заработать на этом, нужно тренироваться, анализировать рынок, месяцами или даже годами. А ещё многие аналитики пророчат взрывной рост, а другие – крах. Поэтому у людей такая неопределённость. А как же майнинг, скажете вы? Ведь это тоже актуальный способ. Но что такое вообще майнинг? Как из ничего может что-то добываться? Как я уже говорил, блокчейн, биткоина – это полностью децентрализированная система. Но чтобы люди могли совершать операцию, нужна какая-то вычислительная мощность. И майнеры эту мощность дают. То есть, простыми словами, майнеры переводят биткоины с одного счёта на другой. И за это им платят деньги. Вам уже не хватит мощности вашего компьютера, чтобы что-то заработать. Для этого строят целые майнинг-фермы. Вот смотрите, насколько много тут деталей. Это всё очень сильно годит. И употребляет очень много энергии. Так что вы можете даже не отбивать затраты на энергию. Поэтому майнинг-фермы строят в городах с дешёвой энергией, по типу Китая. Самая же большая майнинг-ферма находится в Монголии. И добивает биткоинов на 250 тысяч долларов. Каждый день. При этом, каждый день он употребляет энергии на 39 тысяч долларов. И всё это за комиссию с переводом биткоинов в его блокчейне. Кстати, о блокчейнах. Они не все работают абсолютно одинаково. На примере, есть вторая по популярности криптовалют Эфириум. И отличается она тем, что в ней есть смарт-контракты. То есть, это как классические контракты. Но опять же, нет посредника. То есть, специального человека, который будет всё составлять. А вместо этого алгоритм. Который проверяет, соблюдены ли условия двума лицами. Если да, то обмен происходит. Простой пример. Вы подходите к автомату. Всовываете монету. И если всё хорошо, автомат выдает напиток. Так это и работает. Разумеется, из-за этой анонимности и невозможности определить отправителя и получателя. Биткоины пользуются очень большой популярностью для покупки запрещенных веществ. Ведь если вы просто отправили себе биткоин. То адрес вашего кошелька полностью меняется. И вы будете отправлять эти биткоины совсем другого номера кошелька. Это как раз есть та ложка дёгтя в бочке мёда. Не может быть всё только хорошее. А если вам захотелось купить себе биткоин. То самым популярным способом для этого это обменники. К примеру, скачиваете себе программу. Заходите и у вас есть кошелёк. Который можно пополнять. И их можно создать бесконечно много. Потом заходите на BestChange. Это такой сайт, который показывает надёжные обменники с лучшим курсом. Выбираете валюту и платёжную систему. Находите лучший обменник. Потом делаете всё по инструкции. И всё, биткоины у вас на кошельке. Но самое главное, что блокчейн это очень крутая и гениальная система. В которой не нужны банки. И всё само обслуживается. И обмануть эту систему практически невозможно. И возможно даже в ближайшем будущем она может заменить банковскую систему. Но сейчас люди ещё не готовы к этому. Все боятся его покупать. Ведь он может сильно обвалиться. А не попросту потерять свои деньги. Ну а если понравилось видео, подпишись, поставь лайк и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...